В Твери прошла первая экскурсия для студентов на Тверской завод железобетонных конструкций. Сотрудники рассказали, как организован процесс производства и какие имеются технологические особенности. Наша съемочная группа также понаблюдала за изготовлением изделий и окунулась в производственную атмосферу. Побывать на производстве и своими глазами увидеть свою будущую профессию – такая уникальная возможность предоставилась студентам Тверского технологического колледжа. Например, это трехметровая железобетонная труба, которая применяется для дорожного строительства. Однако перед началом погружение в производственный процесс, инструктаж и обязательные условия – каски. После напутственных слов ребята отправляются по большой территории завода увидеть то, что слышали только во время занятий с преподавателями. Производство начинается с поставки и разгрузки основных материалов – цемента, песка, щебня. В цехах студентов познакомили с полным циклом производства железобетонных изделий. Так на арматурном участке изготавливают каркасы для дальнейшей формовки бетона. Производство железобетонных изделий, непосредственно арматурный участок, на станках изготавливаются каркасы, сетки. Для всех железобетонных изделий – многоточная сварка, одноточные сварки, протяжные станки – все это необходимо для производства. На заводе выпускают изделия, предназначенные для дорожного строительства и обустройства дорог. Здесь производятся все железобетонные конструктивные элементы для искусственных сооружений. Изделия завода можно увидеть не только в дорожном строительстве, но и в благоустройстве города. Так, в ландшафтном парке Тьмака представлены малые архитектурные формы, лавочки, плиты, урны. После экскурсии представители предприятия выразили готовность принять заинтересованных студентов на практику и рассмотреть возможность трудоустройства. Мы очень заинтересованы в качественных, образованных, мотивированных кадрах. Нам нужны люди, которые хотят работать, которым интересно, у которых огонек в глазах горит. На студентов произвело впечатление масштабы производства и сам процесс. Они задумались о работе в реальных условиях производства. В настоящее время в Тверской области действует 45 профессиональных образовательных организаций, где обучаются более 24 тысяч человек.